но собственно фитюли для теста самодельная начнем слева направо так здесь заводская грань винокур 20 свисток пороховая мякоть здесь тоже мякоть свисток винокур 20 заводская грань в чем отличие эти три экземпляра покрывались клеем титан этот стиль покрывался раствором пороха сокол бездымный порох в ацетоне так то чуть попозже вот эти три экземпляра покрывались нитролаком заводского исполнения в нитролаке содержится очень много различных пластификаторов и примесей поэтому качестве изделий будете судить позже так вот эти два экземпляра этот фитиль покрывался в два слоя все остальные покрывались в один слой этот покрывался в два слоя заводским нитролаком поэтому очень твердый и дубовый как бревно так вот это самый первый экземпляр когда я вообще только-только начал фитили делать так теперь немножко про прочность клей титан достаточно упругий идеально нитролак тоже упругий тоже идеально в плане физических свойств так раствор бездымного пороха сокол в ацетоне достаточно хиленький но оплетка не расходится так которые длинные это 10 сантиметровые отрезки которые короткие 5 сантиметровые 6 сантиметров 10 сантиметров здесь около 20 сантиметров 17 по моему так будем тестировать заводской нитролак свисток 10 сантиметров заводской нитролак винокур 5 сантиметров заводской нитролак свисток 10 сантиметров 10 сантиметров в фитилях свисток клей титан 10 см хорошо прожигает лист винокур 20 клей титан 5 см на титане повеселее пороховая мякоть 6 см самые первые образцы пороховая мякоть 17 см двойной слой нитру лака за узко пороховая мякоть 10 см покрыт раствором бездымного пороха от стони в один слой очень хиленький но горит бодренько но горит бодренько намного лучше чем на нитроваке слой улетел быстрый фитиль метра полтора даже меньше заводская заводская грань покрыт раствором нитровака заводского но теперь гость программа почти 4 метра почти 4 метра быстрого фитиля заводская грань покрыт клеем титан и тот накрыт мякоть Продолжение следует...